Для этого жителя Мюнхена переход на зимнее и летнее время – не просто вопрос лишнего светового часа в сутках. Дважды в год он тратит по несколько дней, чтобы перевести стрелки всех 365 часов в своей коллекции. Однако скоро ему, возможно, не придётся этого делать. В ЕС активно обсуждают, стоит ли переходить на зимнее время. Недавно в ходе онлайн-голосования выяснили, что большинство европейцев не хотят переводить часы. Впрочем, Вернер Стехберт пока не определился. «Сначала я был очень рад, подумал, что это отлично. Но немного поразмыслив, я понял, что на самом деле переводить все мои 365 часов было весело. А ещё я дважды в год их протирал от пыли. Если время переводить не будут, то я их больше не буду протирать». За отмену перевода часов проголосовало более 80% европейцев. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что представит план на рассмотрение еврокомиссаров. Любое изменение также потребует одобрения Европарламента и национальных правительств. На улицах Франкфурта прохожие отмену перехода в основном поддерживают. «Думаю, это хорошая идея. Другие страны уже это сделали. Перевод часов ничего не давал». «Это хорошо. Перевод часов всегда меня беспокоил. А детей ещё больше. Они замечают изменение времени, и им сложно перестроиться». Высказалась по вопросу и канцлер Германии во время путешествия в Нигерию. «Я бы хотела, чтобы Еврокомиссия серьёзно отнеслась к опросу. Если вы его провели, то должны быть и результаты». Согласно исследованиям, перевод времени может вызывать проблемы со здоровьем, особенно у детей и пожилых. Он также нарушает режим сна и может сказаться на производительности. Сторонники говорят, что перевод часов даёт дополнительное светлое время утром и вечером и помогает экономить электроэнергию. Несколько европейских стран за пределами ЕС уже отказались от перехода на зимнее и летнее время. Среди них Россия, Турция, Беларусь и Исландия.